Приветствую вас. Прежде чем признаваться в чем-то, необходимо разобраться в том, что происходит с вами. Потому что признание вещь непростая. Человек с этим, с признанием, в признании точнее, скалкивается с множеством неприятных ощущений, множеством неприятных чувств. И если признаваться, да, а все-таки, все-таки я думаю, что признаваться или не встречать вам, вот, то нужно, на мой взгляд, понимать, в чем именно вы признаете. И то ли то, в чем вы признаете, да, то ли это в чем вы действительно хотите признаться. Вот, потому что, если вдруг получится, что нет, то будет, ну, не будет ничего хорошего от этого. Итак, я познакомилась с девушкой на сайте знакомства, мы общаемся по интернету, я решил притвориться мальчиком, так она искала друзей только мальчиков. Мы уже общаемся два месяца, изначально это все должно было быть шуткой, но сейчас все дошло слишком далеко, я не знаю, как перестать с ней общаться. У нее своих проблем навалилось, и тут еще я ей врала два месяца, как мягко перестать с ней общаться. Я думаю, что как мягко перестать общаться, вы знаете сами, я не думаю, что в этом прямо что-то такое очень тяжелое и трудное для вас есть, потому что мягко перестать общаться, вы можете просто начать, ну, грубо говоря, реже отвечать. То есть вы просто начинаете реже отвечать человеку и все, в принципе. Вот вам мягкое прекращение общения. Я не думаю, что это прямо что-то такое очень тяжелое, да, я не думаю, что это что-то такое очень нереализуемое. То есть в этом, как мне кажется, нет как таковых проблем. Ну вот чем может быть проблема, так это вы, ну, словно говоря, в значимости для вас человека. То есть если человек для нас имеет значение, да, если человек для нас значен, если вы, ну, привязались, например, привязались к человеку за то время, например, пока общались с ним, да, вот, то конечно же он не просто будет с ним перестать общаться. Но в таком случае нужно понимать, что речь идет о другом, то есть речь идет не о том, о чем вы и вначале пишите. Давайте попробуем сначала, просто поисклировать, почему и для чего вы предварились мальчикам, чего вы хотели в этом, в том, чтобы вот, ну, предварившись с мальчиком. Что вам было важно в этом, что вам было, может быть и есть, нужно в этом. Это очень, на мой взгляд, важный аспект. Потому что если вы, ну, сможете, да, себе, скажем так, ответить на этот вопрос, если вы сможете себе, ну, рассказать, да, если вы сможете себе рассказать, что вам, ну, что вам нужно было в том, чтобы притвориться мальчиком, то будет уже неплохо. Вот. Может быть вы как-то боялись или боитесь того, что вот, ну, она, она вас бросит или вы останетесь одна, то есть вот что-то такое может быть. Может быть, может быть, может быть, что-то другое, то есть может быть что-то еще, конечно же. Вот. Но, на мой взгляд, лучше всего откровенно себе признаться в том, что вы хотели. Вот. Вот. Что вы хотели и чего вам было, ну, чего вам было нужно в этом контексте. Вот. Дальше. Вы пишете, что общаетесь с человеком по интернету, я думаю, что то, что вы ищете, ну, скажем так, друзей, да, по интернету, имеет какую-то историю, вот. Я более чем уверен, что какая-то история у тебя есть, то есть, ну, почему-то вы пришли именно к тому, чтобы общаться в интернет человеку. Да, то есть, почему-то вы вот выбрали общение именно в интернет. Поэтому вот тут очень важный момент заключается в том, как вы к этому пришли. Да, то есть, как вы приходите к тому, что вот я хочу общаться по интернету. То есть, есть ощущение, что вы здесь как-то вот себя, есть такое ощущение, что вы себя, ну, скажем так, принижаете. Вот, есть ощущение, что вы себя стыдитесь. Вот, есть такое чувство, что довольно сильно вы себя стыдитесь. Соответственно, если это так, если это правда, если вы действительно себя стыдитесь, то, конечно, имеет смысл преследовать этот момент, то есть, имеет смысл постараться увидеть, а за что вы себя, собственно, стыдитесь. То есть, что у вас такого, что, ну, делает возможным для вас испытывать стыд за себя, вот. То есть, испытываете ли вы стыд за себя за что-то конкретное или просто он с вами, вот, всю вашу жизнь, например. Дальше. Вы пишите, это все должно было быть шуткой. В какой момент вы поняли, что это должно быть шуткой? И в какой момент поняли, что зашли слишком далеко? А вы пишите, я не знаю, как перестать с ней общаться. Почему вы решили, что именно перестать с ней общаться является выходом? То есть, ну, именно прекращение общения с ней является выходом. И что здесь выступает для вас в качестве конфликта? То есть, вы не знаете, как перестать общаться, на что у вас нет. Условно говоря, ну, какого-то решения, да, у вас нет. Условно говоря, вы не можете выбрать и, соответственно, вам что-то этот выбор сделать мешает. Вот, вот, в данном случае мне очень интересно, что именно мешает вам выбрать то, с чем, условно говоря, конфликтует. Да? То есть, это очень важный момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Дальше, значит, вы пишите, значит, тут у нее своих проблем навалилось, тут я еще удала два месяца. Вы здесь сталкиваетесь с чувством вины, я так полагаю, вот, я полагаю, что вы сталкиваетесь с чувством вины, но чувство вины, опять же, никогда никому еще не помогало, поэтому с ним нужно поработать, дабы вы его не ощущали, вот. Такие вот вопросы, значит, постарайтесь на них ответить, постарайтесь сформулировать обратную связь, вот, и по этой обратной связи, я думаю, что уже можно будет вам как-то увидеть, в чем нужно разобраться, чтобы, ну, принять адекватное решение, да? На этом все, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok